Ульяновск Ульяновск После окончания войны Трудовое красное знамя завода Осталось у этой бригады навечно Все они пришли на завод Работать вместо кого-то Как правило это отцы Это братья Которые были призваны по мобилизации На фронт Рабочие места остались пустыми Места у станков Остались пустыми И дочери, сестры Заняли эти места И достойно продолжали Тело своих родственников В Государственном архиве Новейшей истории области Сохранилась фотография советского времени Где изображены 8 женщин бывшей фронтовой бригады Не хватает только бригадира Таисии Увариной К сожалению до тех дней она не дожила Приоритетным архивным документом Является детский акварельный рисунок Выполненный в годы войны Владиславом Марковниковым Он пришел на Ульяновский завод имени Сталина В феврале 1942 года Вместо своего брата Призванного на фронт На рисунке мы видим детей, которые трудятся у станков Стоя на ящиках А на полу лежит уставший после смены юный рабочий Он не ушел домой, поскольку работали по 12 часов Станки не выключались сутками Переснятое газетное фото, хранящееся в архиве Рассказывает о двух других детских судьбах Ивана Житкова и его брата Александра Шлифовщика-стахановца Они работали на автозаводе С архивных фотографий на нас смотрят детские лица Детский труд на предприятиях в годы Великой Отечественной войны Был очень распространен В общем-то это было логично, поскольку взрослые уходили на фронт Трудовая мобилизация охватывала людей всех профессий и возрастов В том числе учащихся высших и средних учебных заведений В документах отмечены случаи, когда происходила мобилизация учащихся старших классов, как правило, на сельскохозяйственные работы в 41-м, например, году А позднее просто оказалось, что учиться осталось некому И этот приказ был отменен Дети, что называется, вернулись за парты За первые военные годы количество фронтовых молодежных бригад на предприятиях в городе значительно выросло Если в 1941 году их было всего пять, к июле 1944 года, по данным газет того времени, на предприятиях Ульяновска насчитывалось 500 фронтовых молодежных бригад Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Управда ТВ